Сегодня я отвечу на вопрос телезрительницы по имени Ира. Она спрашивает, какие этапы общения с мужчинами, как определить, где её отношения, кто из мужчин её избранник. Первый шаг – принять один простой факт, что мужчина – это человек, с которым у вас могут быть общие интересы, увлечения, занятия. Второй шаг – перестать делить мужчин на тех, кто вам не нравится, кто симпатичен и нравится по-настоящему. Из первых двух категорий часто получаются прекрасные друзья, с которыми мы можем оставаться самими собой. А вот если мужчина нам нравится, мы начинаем ломать голову, как вызвать у него взаимность и теряем себя. С каждым днём вы будете раскрывать внутренний мир разных мужчин и поймёте, что они точно так же боятся, стесняются, любят, переживают боль, обижаются. Так вы выходите на следующий этап отношений, когда внешний образ стирается и само понятие мужчина становится более глубоким. Для всех ваших мужчин-друзей вы становитесь другом, то есть женщиной, которую не хочется обижать и предавать. Это самый устойчивый этап отношений. Вы ощущаете себя востребованной среди друзей. Следующий этап – мужчина должен впустить вас в свой внутренний мир. Пусть этот этап развития отношений останется между вами двумя. Мужчина может рассказать вам о том, о чём до сих пор не рассказывал никому. Это доверие надо ценить. На следующем этапе вы должны понять, что нужно вам. У вас уже есть друзья противоположного пола. Обратитесь к ним за помощью. Пусть подскажут, кого вам выбрать для замужества. Каждый из ваших друзей-мужчин задумается, а почему она не выбрала меня. И тут вы сможете понять, насколько они вам близки. Важно оставаться собой всегда, особенно в отношениях с мужчинами. Именно ваша открытость и естественность поможет мужчине сделать правильный выбор. С вами была я, психолог Оксана Тумадин. Если вам нужна моя помощь, опишите свою ситуацию, и мы поговорим о ней в одном из следующих выпусков. А пока желаю всем терпения, сил и любви. До следующей встречи.